Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Сегодня я собираюсь познакомить вас со старейшим отелем Дель Коронада. Мик поет, я просто не могу жить без тебя. Мы в отеле Дель Коронада. Мик рассказывает, что эту конструкцию построили китайцы без гвоздей. Все гвозди деревянные. А еще отель известен фильмом, некоторые любят погорячее. С Мерлин Монро, Тони Кертисом и Джейком Лемоном. Привет! Добро пожаловать в игру. Я вижу, вы ходите. Пожалуйста, возьмите бандану и найдите буфер обмена, соответствующий вашему цвету. Да, добро пожаловать в игры. Добро пожаловать в игру. Отель Дель Коронада, построенный в 1888 году, является одним из последних сохранившихся деревянных викторианских пляжных курортов в мире. А также это вторая по величине подобная структура в Соединенных Штатах. Он довольно близок к тому, чтобы стать последним в своем роде. Мик говорит, что он провел много счастливых моментов в этих креслах. Раньше они были в лучшем месте по ту сторону Атриума, с другой стороны. Он думает, что слишком много людей шалили в темноте, поэтому они передвинули стулья. Там моя королева. О, королева, да. Дай мне руку. Королева должна быть рядом с королем. Люди думают, что воины развязывают мужчины. Но на самом деле за мужчинами стоят женщины. Я королева. А он просто король. Король следует приказам королевы. Некоторые утверждают, что в отеле обитают привидения. Считается, что одним из этих духов является Кейт Морган, которая приехала в отель на День Благодарения в 1892 году. Она покончила с собой почти неделю спустя. И говорят, что ее дух все еще бродит здесь. Кейт Морган умерла при загадочных обстоятельствах. И местные жители считают, что теперь она часто посещает отель Дель Каранада. Многие считают, что призрак Кейт Морган до сих пор обитает в ее старой комнате. Гости, проживающие в номере 302, сообщали о всевозможных паранормальных явлениях. Как видите, здесь приятно находиться в дневное время. Вы можете найти различные занятия, которые соответствуют вашему текущему настроению. Давайте пойдем посмотрим, что здесь происходит ночью. Теперь здесь много света. А знаете ли вы, что отель был первым коммерческим зданием, освещенным электричеством? Томас Эдисон приехал в отель Дель Каранада незадолго до его открытия, чтобы наблюдать за установкой электрического освещения. Когда все было готово, Зедел стала первой коммерческой структурой, освещенной электричеством. В следующем видео я расскажу вам о собачьем пляже в Каранада. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы сейчас сидите за компьютером и смотрите мое видео, подумайте о том, чтобы встать и пойти на вечеринку прямо сегодня вечером. Танцуйте, будьте активны и будьте здоровы! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ваша Зажигалочка